господи иисусе христе сыне божий помилуй меня грешного номер 296 события дня первое послание святого апостола петра 4 глава 7 стих впрочем близок всему конец за 3 октября 16 года и далее просто прокручиваю показываю более 25 роликов про бездну безумия какое сотворил этот человек на траве всех вел в оборот тоталитарная секта проще это все объясняет не мое объяснение злодейская деятельность и 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 о и 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 Отступил, совсем никакой стал. Но вошел в какую-то организацию ВНСР еврейская искать евреев тут и вывозить в Израиль полукровок там разных. Дают обещание никому из них не говорить о Христе. Ну, то есть отступники. Мне пришлось судиться с ними. И он, потерявший всякую веру на свою тоталитарную секту, тоталитарная секта, а сам никакой. Разъелся, как вот продают резиновую бабу. Вот такой весь, как студень, как медуза. И что попало? Городит? А мне тоталитарная секта, что дворкинская отрава. Это его блевотиной покрыта страна. Любая бабка, он заходит, самое хорошее видит, вот доят коров там или еще что-то. Секта. Слово секта заменило Библию, Бог, все. Почему? А потому что на этом были куплены до самого верха все. Это как просто. Плелся в конце, ничего не видел. И вдруг поворот в другую сторону, плетущийся сзади, оказывается первым. Он теперь руководитель. И он не сектант. Нет. И поэтому он чаще исповедуется, чаще причащается. Ну, тут все же на виду. Ну, понятно, что это замысел, все эти хьюстонские, гарвардские проекты, план Даллеса. Вот это один из их исполнительных. Самая чудовищная креатура. И сколько роликов. И понять еще не могут. Полностью атрофированные мозги. Какое-то слово зомби. Это манкурты. Страна манкуртов. Ну, и вот, говорится, за хвост да в яму уже в один день. Нет. Да-то как без этого? Тогда я никто выходит. Так же рассуждаю. А так, ты сектант. Все. Пишет Надежда Тишли. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. Мир вашей общине. Много потрудились вы за лето. Очень хорошо, что вы думаете о будущем поколении. Хочу вам сказать, что я никогда не встречала таких людей-христиан, как вы. Знаете, отношения какие. Хотя есть моменты вашего общения с людьми, где мне не нравится, видимо, здесь буква Р пропущена. Где не нравится ваше поведение. Видите, мое поведение ей не нравится. Христос грешников не ругал, а учил их с любовью. С любовью. И обращал. Учил с любовью, обращал. Видите как. То есть он не ругал их. Что значит слово ругал? О которой пришли порождение ехидин и змеи. А это какие слова? О чем? Он никого не ругал. Обозрел на них с гневом. Скорбя, божествощение сердец. И считайте, луки. И кого? Гиена Вогина. Червь не умирает, огонь не угасает. Это что? Это любовь Божия. Я это не обещаю и не говорю. С любовью. Вот Господь со всеми ласкался, говорил Христос и обращал. Не обращал. Его распяли. Обратившись. Не хотите ли вы это идти? Все отошли. Ну, то есть надо даже глубже смотреть. Я считаю, что с Виталием, уча его, уча его, вы не по любви поступали. Грубовато. То есть с Виталием, который был здесь, не по любви поступал. Она с Виталием ни одного дня не была, не знает. Это совершенно человек ни к чему не приученный. Другое средство. Ну, чего спрашивать-то? 30 лет человеку с лишним. Хорошие люди вокруг него были. А сюда едет. Зачем же он едет-то? А теперь посмотри, какие он благодарности шлет. Так что... Он сам уже определил. Эмя-то именно то, что мне надо. И то, где он был, на него никак не действовало. Теперь-то уже он говорит, уехавший. Его комментарии вместе выставить надо. У меня же ничего не скрывается. Ну, а потом, думаю, вам все-таки виднее. Вот так. И у вас есть опыт общения с такими людьми. Да зачем вам об этом думать-то? Вам думать не надо. Думайте о себе. Занимайтесь. Мне вы очень полюбились, несмотря на эти моменты. Так моменты-то сами его выдумывали. Благодарю Бога, что Он вас зажег. И вы также зажигаете верой других. Называю вас Игнатий Каймос. Из греческого горячий. Если бы у меня хоть треть такого огня веры была. Слава Христу за вас. Каймос. Зачем мне греческий-то? Я из греческого, из латинского пламенный переводится. С греческого неизвестный. Пламенный, огненный. Это мое имя. Оно в этом и заключается. Слава Христу за вас. Начала, говорит, за здравие. Кончилась за упокой. А потом повернула на здравие. Желаю вам, Надежда, трудиться на Неве Божией. А так сказать за глаза, как, что. У меня знакомый, его сильно судят, что он кинолог, с собаками занимается. Сергей Пупков. Неправильно. Я говорю ему неправильно. Он грубо обращается и бьет их. Ну вот, собака одна, с которой хозяйка не могла поправиться. Ее муж Павел бросил ее, оставил на память кобеля. Ураган звать. И ребенка. А сам ушел. Потому что мужья, которые бросают, жен, детей, их называют кобели бесхвостые. Сегодня здесь прыгнул, завтра там оплодотворил. И вот этим гордится. А под старость один скорчужится. Все ломает, бьет нервный. Жизни-то у него никакой нет. Он самодурствует. И ничего у него нет. У нас потеряевки такой был. Потом приполз. Она уже воспитала детей. Она не приняла, и дети не приняли. И все сверкнулся. В какой там деддом. Туда. Это проще всего. А огонь их Бог дает. Дух Святой. Как поступать? Вот тут не так поступает. Кто-то как-то воспитывает. Да его дело. По слову Божьей, чтобы было. По слову Божьей. Жизнь подтвердить. Труд и молитва. А это говорит. Мы показываем все, что мы делаем. Как работаем. Я работаю. У меня вот правая рука не может работать. На одной левой. А уже вот с недели и левая рука. Одеться не могу. Ну это мои вопросы. Решаем. Готовимся. Больше у нас тут еще и нету. Надо показать свои ресурсы. Что у нас есть. Вот смотрите. Это мой мир. Тут можно писать. Тут я даю ответы. По церкви. В сфере мне один написал. Церковь никак не найдет. Где? Как? Вот церковь. Он не может найти. А на меня выходит. Но я ему отвечаю. Где вот? Ну никак. Не найдешь. Сейчас я покажу. Постараюсь показать. Какой ответ дал ему. Он пришел сюда. Так. Вот он пишет. Я прочитал. А так кто тут? Вот о церкви Василия Казанца. Но ясного ответа не нашел. Самый близкий к моему вопрос. 751-й вторым тоем. Открытым оком. Из моих книг. Как определить, где истина в православии, католицизме, в Григорино-Армянской церкви, Копской или Сирской? Потому что во всех сих есть священство по рукоположению, непрерывно восходящее к апостолам. А там мне в университетах задавали вопросы. На бумажке. Ответ. Этот вопрос меня всегда интересовал, а тут же я отвечаю. Буду говорить лично о себе. Я пошел путем критического анализа, держа Библию как непререкаемый абсолютный авторитет. По любому вопросу нужно узнать, что об этом говорит Библия. Если в Библии ничего нет, считать этот вопрос старостепенным, а значит не настаивать на принятии этого другими. Догматика, выработанная и принятая на вселенских соборах, была одна для всех. Этому нужно было покориться, если они были в чем-то несогласны, отделились от церкви. Нужно постараться узнать их толкование этого вопроса и искренне молить о том, чтобы сам Бог открыл, как нужно понимать. По всем вопросам написаны книги. Не поленись посчитать их. После своего обращения должен был разобраться, кто такие мормоны адвентисты седьмого дня, и вижу, что в самом основании у них заложены видения, несоответствующие Библии. Далее я не стал исследовать, хотя просмотрел все их книги и прочитал. Сложнее рассуждать о двух волях и двух естествах Божиих. Повторяю, что это лично мое мнение. Здесь, на соборах, вторгность недостигаемая, и доводы были очень сильными с той и другой стороны. Думаю, что не стоило никого отлучать, так же, как и при иконоборчестве. Если бы здесь жили копты и григоряне-армяне, и хотя я 40 лет несу слово Божие среди всех сектантов, но с ними бы на эту тему беседовать не стал, считая это опасным и безразличным. Но раз церковь признала их еретиками, то и молиться с ними нельзя, и я должен это выполнить. Считаю, что мнение умеренных иконоборцев, не отрицавших иконы, но добивавшихся лишь того, чтобы они были подняты выше головы человеческой в храмах, мне более импонирует. Ибо вижу, в какую яму впали с иконами сегодня. Самая настоящая неприкрытая идолопоклонца свирепствует в православных храмах. Людям нужны не просто изображения, но чудодейственный фетиш. И поклоняются, как листовые идолопоклонники. Нет иконы, некому молиться. С нами присутствовала коренная икона, или казанская икона Божьей Матери. Но вопрос был задан конкретно, где истина, в какой церкви. Насколько я могу судить, по-вашему получается, что хотя этот вопрос вас постоянно интересовал, но ясного ответа у вас нет веры. Это уже, видимо, он добавляет. И в православии, невзирая на многие беззакония, искажения священства, вы держитесь, потому что не знаете лучшей церкви. Так? Так. Это вопрос уже мне он задает. И дальше я отвечаю. Дальше у нас ресурс. Есть такой православный форум во свете Библии, открытым оком. Вот он во свете Библии. Очень богатый форум. 1592 темы. Далее. Наш православный видеоканал, открытым оком, о свете Библии. Вот сегодня я выставил 4 ролика. Вот. Блаженный миротворца. Я отвечаю практически уроки всего. 24 минуты, 22 просмотра. Вот вчера выставил, который побольше тут. 330. Вот. Сколько же тут труда? 806 за один день. Ну, это махонькие, конечно. И Андрея Кураева. Там много посещений. Но здесь постоянные наши считатели, постоянные зрители. Эти люди работают над собой. Не просто прохожане. Сказал и ушел. И наш сайт во свете Библии. Вот. К истинному православию, если ткнуть, вот. То здесь есть оглавление. Вот. К истинному крещению о церкви. 98-я страница. О посте, о милостыне. Здесь очень богатый материал. К истинному православию книга. Для Слова Божия нет уз. И так же вот, кривни его, и пойдут оглавления. Вот. Бери и считай. Любое. Ну, мало того. Справа, вот здесь, 4124. Ответа на темы. Конкретное событие нашего дня. Вчера. После дождя мы собираемся сейчас вот выезжать утром в субботу. Ну, так уже получается, что Виктор не может нас везти. 10 понедельника. В 8. Позвонил, кто у меня блокирует по моей просьбе на лето, чтобы деньги не утикали там в наш сайт или как сказать. Все. Сказал открыть пораньше, чтобы хорошо будет сделано. Как правильно поставить там? Привезу компьютер. Я компьютер сюда привез. Компьютер. Не какой-то там планшет. Все. Позвонил программисту, и он, хорошо, как раз суббота подъедет. То есть, обеспечиваем себе безопасный выезд. Но в огороде еще не морков, свекла, капуста не убраны. Земля сырая, туда не пошли. На Никитином доме с Володей были. Никита и после обеда не пришел. Что-то возился с щелами. Там вроде бы так, говорит. Они сейчас стали с понедельника на час позже выгонять. И на час раньше пригонять. Теперь уже выгоняют они не в восемь, а в девять. А вечером пригоняют скотину в шесть. Ну вот. Подготавливаемся. На втором этаже у него трудились. Приводили в порядок. Выходить там, где поднимали пчел. Думаю, балкончик там сделать. Это прошедший день. А уже после обеда и Володи нету. Володя там квашню завел. Нас в своем доме, там в русской печи. Хлеб стряпать. И вечером, я не знаю, когда он лег спать. Мы пришли ужинали. А его нет, он там все еще. Заволоклися пьяные. Мы их засняли. Чего им тут надо было? Назвали же со станции Ребриха. Ну, просто безобразные такие. Пьяные, пьянь. Посмотрели вот. И это что пьянь? Это пьянь, может быть. Не обратился бы к Богу, был бы там давно или умер. А может быть наркоманы. Кто их знает. Сидим-то не видим в закрытом помещении целый день. Какие тут могут у нас быть события? Никаких. Даже звонков никаких не было. Работаем и работаем. Убираем в пыли. Там, чтобы печь топилась, протопила на втором этаже. И там, если хорошо утеплить, там можно вполне жить, а тем более летом. Большое помещение, и там можно перегородки сделать. Ну, все как надо. События самые простенькие. Вот на этом все. Богу нашему слава. Я проигрываю иногда во свете Библии. Вот такой есть. Я сколько спрашиваю, кто знает, чтобы гимн написан был посвященный сайту. Нигде ничего нет. Никто не говорит. То ли, видимо, нигде нету такого. Сайт наш нравится кому-то. Это Владимир Мачалин сделал. Ну, вчера я проигрывал его. Заказал Игорю Барабашу купить дополнительную трубу. На трубу. Плиты все сгорели. Это у Никиты плиты. И все самому приходится платить. У ребят-то ничего нет. Если Володя за каждую деталь берется и сразу делает, то Никиту за руку надо водить. У него дух квартиранта. Побыл, встал, ушел. Совершенно не привязан. Течет сверху. Он ни разу не спросил, закрыть, не закрыть. Ему это все равно. Все равно. Никита, это твой дом. Твой дом. Теперь смотри. Не могу его никак сдвинуть. Пригласили, где он сразу перешел. То есть он не будет жить. Не будет ремонтировать. То есть это в детстве вмонтировали жизнь квартиранта, бомжа. Где пригласят, накормят там мой дом. Ни одного вопроса. Я заботюсь, как электричество провести. Вчера опять Владимир Александрович Устинов пришел, купил новый ящетчик, коробку, кабель. Это все мои расходы. Я деньги-то по ней вытаскиваю и отдаю. И он устанавливал. Все. Могут теперь только, ну приедет, накинули провод. И дальше в самом помещении, там надо много работы с проводкой. И не поймешь, где она под штукатуркой. И на Володе нам тоже. Но Володя там старается где-то. Никита ухом не ведет. Абсолютно. Вот с пчелками маленько еще есть. Еще теперь прикрывается пчелами. Мне надо пчелам, а то они там все подохнут. Ну почему они подохнут без него, не знаю. Вот так. Дальше так будет, он не касается ни к чему сам. Зашел, закрыл и все. Он заходить туда не будет. Так продолжаться не может все время. Все время я не буду ремонтировать. Главное, я на печь включил, покрыто, не течет. Теперь работа. Он не будет работать. Он не знает к чему подойти, что делать, как белить, наклеивать. Я не говорю уже про электричество. То есть я его не могу никак раскачать. Никита, ты хозяин. Тебе приедет мама. Да мало ли еще в жизни будет-то. Как говорится, с ума сойдешь, да и женишься еще. И не могу никак, то есть никак. Он пообедал и сдвинулся на другую сторону. Все. Витя, жить он сразу. Я к Вите перехожу. Как лагерь не закрытый. Там перевозить сколько надо. Все. То есть у Вити тепло, у Вити хорошо. Он вчера мне уже как к ультиматум кинул. А я к Вите перехожу. Да у тебя дом здесь. И мы вместе отсюда выходим, работаем. Три дня. В огороде не убрано. А это ему ничего не счет. Как будто нету. Я все весь вечер размышлял. Вот это да. Как кинул их все. Прям тут же сразу. Но сегодня я поставлю все на место, конечно. Никуда он не уйдет, пока не... Уйду только вместе. Володя сюда, на скворечник, а он к Вите. Это будет в пятницу вечером. А он сегодня. То есть там тепло. Ничего делать не надо. Все, я уже ушел. Так у тебя дом. Как дом? Он не понимает даже этого. Дома это большая забота. Это все надо доставать. Вот плита прогоревшая нету. Никого даже не спросил. А как заменить плиту? Никак. Кто-то дядя заменит. Но я заказал плиты, заплатил деньги. Опять привезут. Буду ставить. Я в сажу. Подобрать сажу. Убрал наполовину. Вчера Володя убирает. Опять весь сгорел. То есть все как попало. Совершенно не привязан. Вот. Что хочешь, то и думай. И будет он обихаживать его? Нет, конечно. Нет. Он рядом не первый уже в год у меня здесь. И там в городе он точно так же. Снег идет по снегу прошел. Ну а града-то в снегу. Сейчас придут люди. Ну, надо взять лопату и толкнуть надо. Толкнуть он где-то будет. А куда кидать будет? Снег тоже не думает. Я говорю, ты спросил бы, как закрыть эти дыры, чтобы дождь не попадал сюда. Вот это вот железяка лежит. Она лежит и лежит. Его не касается. Но она на пути лежит. То убрать же ее надо большая-то. Пока мы здесь трое, мы можем ее сдвинуть. Нет, это ему все равно. Абсолютно все равно. Сто процентный законченный бомж. С места квартиран. Пришел, ушел. Никакой заботы нет. Колонис надо почистить. Ты видишь, глина уже затянула. Вопросов даже никогда не задает. Не окошки. Куда она? Вот мы выезжаем. Увозить надо? Нет. Где хранить будем продукты? Здесь вот зимой надо ямку закрыть. Погреб где-то. Солома нужна. Закрыть-то. Творил это. И закрыть отдушину. Даже ухом не ведет. Вот дал ему задание. Вот отсюда принеси. Он принес мешки, бросил. Все. Кончилось. Дальше закрыть. Ему доверить нельзя. Он даже не закроет. Вся картошка помер. Ну и что у соседа? Сосед накормит. Все же жалеют меня. Я же беженец Украины как будто бы. Хотя он и не беженец. На это не настаивает. Я не могу еще никак переломить обстановку. Ну давай сюда, Надежда Тишли. Выправи. Выйди на него. И скажи, нельзя жить всю жизнь квартирантом. Чтобы тебе соседний квартирант и то просит что-то. Он не просит. Он не просит. Он садится как за свой стол. Все. Ну вот это отдала мне моя жена. Моя жена. Я тебе отдаю. Ну ты хоть сходи поблагодари. Вот одежду тебе всякой надавали. Там обувь. Ну и что тебе надо. Все здесь есть. На работу тебя пристроили. Все время надо вести за руку. Как вот великовозрастный Дэнди. Не грамма. А в будущем заботы никакой нет. То где будет жить неизвестно. Все. Это что? В 6 часов меня проверяет капустная Татьяна. Слава Иисусу Христу. Вот названивает. Спасибо. Продолжение следует. Продолжение следует...